Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-й чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк. 30 ноября 2021 года чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсону исполняется 31 год. За эти годы он играет уже пятый матч за мировую шахматную корону. И именно в этот день, в день своего рождения, ему предстоит сыграть четвертую партию своего матча против Яна Непомнящего. Сделает ли сам себе чемпион мира подарок в этот день? Узнаем совсем скоро. А в этом видео вспоминаем 4 предыдущих его матча за мировую шахматную корону и разбираем 5 примеров из этих матчей. Итак, пример 1-й. 2013 год. Матч на первенство мира против действующего на тот момент чемпиона мира Вишванатана Ананда и претендента на мировую шахматную корону Магнуса Карлсона. На доске позиция из шестой партии матча на первенство мира 2013 года, где чемпион мира играл на своем поле в Чиная в Индии, а претендент впервые штурмовал шахматный Олимп. Критическим моментом матча стали пятая и шестая партии, где, несмотря на, казалось бы, ничейность Эншпилей, чемпион мира, не выдержав напряжения, не выдержав тех вопросов, которые задавал ему претендент, ошибался, ошибался достаточно грубо, дважды, и дважды потерпел поражение. И уже затем, пытаясь отыграться, проиграл и третью партию, и чемпионом мира стал Магнус Карлсом. Смотрим, как это произошло. На доске ладейник 3х3, но пешки на разных флангах, у белых пока проходные боятся, черные собираются сделать свою пешку Ф проходной, и здесь Вишванатан Анан допускает решающую ошибку. Он ходит ладья А4, посчитав, что ход Б4 не создает достаточную контрыгру. Эта оценка неверна, белым необходимо было толкать свою проходную пешку к полю превращения, и здесь, если сравнить варианты, которые получились в партии, которые получаются здесь, белые успевают вовремя. Например, после h3, gh, ладья g6, ладья c8, если играть примерно так, как продолжалась партия, например, f3, ладья e8, король f2, b5, ладья g2, король h1, ладья g1, шах, король h2, то, например, даже в этом варианте, после ладья e1, мы видим, что белые хотя бы меняют ладьи, и после b6 пешки превращаются в ферзей одновременно, и на доске ничья. Однако, не удалось рассчитать этот эншпиль до конца Вишванатану Ананду, возможно, сказался цейтнот, все-таки 60-й ход, контрольный ход, и последовал ладья a4. Но это в корне меняет оценку позиций, ведь сейчас после h3, gh, ладья g6, отступает ладья, чтобы пешка имела возможность пойти вперед, так как до этого она защищала ладью на g3. Если белые отходят ладьей вниз, то здесь уже совсем не то же самое, что в предыдущем варианте. Белые опаздывают, опаздывают со своей контригрой b4, ладья g2, король h1, ладья g1, король h2, ладья e1. Ну и здесь, если мы посмотрим вариант, который мы разбирали только что, пешка черных превращается в ферзя раньше своей коллеги по линии b. Если белые не бьют на e1, ходят ладья f8, то черные и здесь оказываются быстрее. Вроде бы один ход, но шахматы трагедия одного темпа. В партии последовало c4, но и этот ход не ведет к ничьей, потому что следует f3, ладья a3, шах, король e2, b4, f2. Больно уж быстро пешка f добежала до поля превращения. Ладья a2, шах, еще последовало, король f3, ладья a3, шах, король f4. Ну и здесь выясняется, что, например, в случае ладья a1, черные сыграют ладья e6. И от угрозы ладья e1 можно защититься, только отдав ладью. Например, пойти ладья a8, ладья e1, и после ладья f8, король e7, черный король в конце концов скроется за пешками белых, и черные проведут пешку в ферзи. Это была уже вторая подряд победа в том матче Магнуса Карлсона. Тогда матчи игрались до 12 партий, и Вишванатан Анант вскоре попытался отыграться. Магнус Карлсона пошел вперед в девятой партии матча, но и там оступился, грубо ошибся, и перевес достиг трех очков. Магнус Карлсон завоевал корону досрочно, выиграв со счетом 6,5 на 3,5. Следующий матч, который играл Магнус Карлсон, был также против Вишванатана Ананда. В Сочи играли шахматисты в 2014 году. В этом матче ждать результативных партий пришлось совсем недолго. Уже во второй партии этого матча, в первой партии для Магнуса белыми фигурами, он одержал красивую победу. На доске позиция после 13-го хода черных. Был разыгран так называемый антиберлин. Черные сыграли ферзь c7. И здесь следует ход, который мне очень нравится, неожиданный внезапный перевод ладьи по 3-й горизонтали. Ладья а3 делают ход белые и готовятся к переводу ладьи, либо на g3, либо на d3. В партии последовало конь f8, d, e, d, e, конь h4, открывая дорогу ладье. Ладья d8, ферзь h5. И мы видим, как белые фигуры группируются на королевском фланге. Все ближе подступают к королю черных. Конь f5, слон e6, ладья g3. Наконец-то план белых полностью осуществился. Конь g6 и красивое продолжение h4 при коне на g6. Мы часто видим такой марш-бросок пешки. И пусть пока на поле h5 стоит ферзь, но он в ближайшее время отступит и уступит дорогу пешке. Слон f5, еf, конь f4. Слон f4, еf. Пошли на размены легких фигур черные, полагая, что это облегчит им защиту. Но не так все просто здесь. Несмотря на то, что на доске тяжелофигурный эншпиль, уже можно сказать, несмотря на наличие ферзей, защищаться не так просто. Очень важно, что белые владеют вертикалью e. И ладья по третьей горизонтали переносится на ферзевый фланг обратно. Ладья c3, c5, ладья е6. Пешка на f5 создает такой вот опорный пункт на е6, который использует ладья белых. Ладья а, b8 следует. Ладья c4. Ладья белых продолжает маневры по доске, на сей раз переходя на четвертый ряд. Ферзь d7, король h2, профилактический ход. Ладья f8, ладья c4, полная доминация белых фигур по линии e. Ладья b7, ферзь e2. Строились белые. И ход за ходом все тяжелее и тяжелее становится черным защищаться. b5, попытка организовать контрыгру на ферзевом фланге. Следует b3, baa, baa. Ладья b4, ладья е7. Ферзь d6. И здесь Магнус допускает достаточно серьезную неточность. После f3 позиция черных была бы уже близка к безнадежной. В каком-то цукцванге они находятся. Например, после хода ферзь d5 ослабляется внезапно шестой ряд. И белые таким вот сильным вбросом ферзя на a6 создают угрозу ферзь a5, а также ферзь a7. И должны вскоре одержать победу. Магнус же пошел ферзь f3, но здесь после ладья е4 ферзь е4 выяснило, что после f3 шах g3 у черных могла бы быть серьезная контрыгра. Сыграй они ферзь d2. Этот ход заставил бы белых еще сделать немало точных ходов. Однако, чемпиону мира повезло в чем-то, так как его соперник грубо ошибся и сыграл h5. Но этот ход оказался зевком, потому что здесь белые просто вынуждают черных сдаться после ферзь b7, создавая неотразимую угрозу ладья бьет g7. Это была первая победа в матче 2014 года между Карлсоном и Анандом. Затем, правда, Ананду удалось отыграться, но на это Магнус ответил еще двумя победами. И матч выиграл также досрочно со счетом 6,5 на 4,5. Следующий свой матч он играл в 2016 году против Сергея Корякина. Матч прошел в очень упорной борьбе. Обменялись победами в основное время шахматисты, в основное время матча. И все решилось на тайбреке. Смотрим пример, который стал победным для Магнуса в том матче. Заключительная партия матча на первенство мира 2016 года между чемпионом Магнусом Карлсоном и претендентом Сергеем Корякиным. Ход белых. Белые начинают и выигрывают. Выигрывают легко и изящно, но сложно устоять перед соблазном показать эту позицию еще раз. Это была уже четвертая партия тайбрейка. Карлсон ввел в счете плюс 1 со счетом 2-1 на тот момент. И Сергею необходимо было в этой партии отыгрываться. Но не удалось. И здесь Магнус Карлсон зафиксировал победу изящной жертвой ферзя. Ферзь h6. Ходы под удар всегда вызывают восхищение. Особенно, когда под удар ставится сильнейшая фигура на доске. И что выясняется? Выясняется, что на король бьет h6 следует ладья h8 мат. А на же h последует ладья бьет h7 тоже с матовой концовкой. Вот такая вот эффектная комбинация сделала Магнуса Карлсона трехкратным чемпионом мира по шахматам. И следующий свой матч он играл в 2018 году против Фабиана Каруаны. Все партии того матча завершились в ничью. То есть счет вновь после основного времени, как и в матче 2016 года, стал 6-6. И чтобы отстоять свое чемпионское звание, Магнусу вновь потребовался тайбрейк. И еще два примера в этом видео мы посмотрим из тайбрейка матча на первенство мира 2018 между Магнусом Карлсоном и Фабианом Каруаной. 28 ноября 2018 года. День, когда за два дня до своего дня рождения Магнус Карлсон стал четырехкратным чемпионом мира по шахматам. Первая партия тайбрейка. И этот пример чем-то напоминает первый пример из этого видео. Вновь вроде бы равный Эншпиль. Но почему-то именно соперник Карлсона ошибается последним. Такой решающей ошибкой в этой партии стал ход король бьетки 4, который только что сделали черные. Им необходимо было предварительно дать шах на А2, загнать короля белых на А3, потому что в случае отступления на Ф3 черные бы продолжали шаховать. Но после короля А3 освобождается очень важное поле Ф3, которое необходимо черному королю после шаха ладьей на Е7. Мог бы возникнуть вот такой вот примерный вариант король Ф3 и на ладья бьет Ж7, черные делают ничью путем нападения на мат и затем шаха на А2. Вот такого вот повторения позиции. Но, но, увы, ах, последовал ход король бьет Е4. А здесь все в корне меняется, так как белые уже не бьют на Ж7, после чего возможен переход к тому варианту, который мы только что разобрали с вами, а делают важный промежуточный ход, ладья Е7 шах. И выясняется, сначала кажется странно, белые подгоняют черного короля на Ф5, но выясняется, что после хода король бьет Ф5, белые ходят, ладья бьет Ж7. У черных уже нету этой идеи с постановкой короля на Ф3, которая была возможна во многом благодаря наличию пешки белых на Ф5. А что самое главное, черные никак не могут защитить эту пешку на Х5, то есть она теряется. Черные пошли король Ф6, ладья Ж5, А5, белые забрали пешку на Х5, и выясняется, что вот эти две связанные проходные, они гораздо опаснее, чем одна проходная по линии А. К сожалению, для черных они не могут спасти этот Эншпиль. Белые располагают ладью, очень важно и грамотно, позади проходной. Ладья А1, король Ф3, и здесь белые усиливают позицию своих пешек, следя за тем, чтобы после хода А2, создающего угрозу отступления ладьи с шахом, у них была возможность обезопасить своего короля, либо спрятать их впереди пешки, либо расположить на поле Ж2. В партии после вот этих ходов мы видим, как белые пешки идут вперед, черные подождали королем, но здесь у белых есть возможность пойти король Х4 и на А2 вот таким вот образом спрятаться за своими пешками. Ну и здесь, к сожалению, для черных все заканчивается очень быстро и очень печально. Вынуждены они отдать пешку А2, потому что она не создает угрозу и лишь задерживают ладью свою, которая ее защищает. Но после того, как пешка на А2 теряется, белые пешки совсем уже беспрепятственно проходят ферзи с последующим Ж5, Ж6 и победой. Поэтому Каруана сдался, а мы смотрим вторую партию этого тайбрейка, где черными играл Магнус Карлсон. Как в большинстве партий того матча, Магнус Карлсон вновь разыграл сложный челябинский вариант. Была принципиальная теоретическая дуэль в том матче и вновь доказал, что понимает Миттельшпили, чувствует позиции, возникающие на доске, гораздо лучше претендентов. Ключевой момент в партии возник на 25-м ходу. Ход черных, и Магнус Карлсон сделал очень сильный ход Е4. Важный ход, потому что он открывает путь черному коню. А если конь встанет на Е5, то слабые белые поля станут хорошей поляной для лошадки в будущем. И здесь, к сожалению, для болельщиков все закончилось очень быстро, закончилось достаточно досадным зевком, особенно для уровня матча на первенство мира. Понятно, что это тайбрейк, позади сложные 12 партий с классическим контролем, месяцы подготовки, но тем не менее, тем не менее, хотелось бы видеть партии без таких вот грубых зевков. Что бы могло последовать с игрой белый слон Д4 и все-таки защищая важное поле Е5? Может быть, тогда бы мы увидели что-то похожее на второй пример этого видео, партию с Анандом, где Магнус Карлсон перевел свою ладью по горизонтали, по третьей горизонтали. Ход ладья А3 мы обсуждали. Здесь же интересная возможность у черных была тоже связанная с атакой ладьей по горизонтали, а именно ход ладья А5. Чем-то эти ходы похожи, атакуя коня, ну и здесь вот, например, после конь Е3, ферзь Ф3, 0-0, у черных есть много интересных возможностей с жертвами на Х4, слон Х4 или конь Х4 и дальнейшим подключением ладьи по пятой горизонтали. Но, увы и ах, опять же, последовало С7, что-то грубо зевнул претендент и выяснилось, что после слона С7, обратите внимание, как важно, что конь на Ж6 защищает поле Е7, невозможно сыграть конь Е7 с вилкой. Конь С7, конь Е5, под боем ферзь белых, если он отступит, то последует конь Д3 и что-то, что-то не учел претендент здесь. Он сыграл конь Д5, может быть, он рассчитывал на это внезапное отступление конем с тем, чтобы на ладья бьет С4 пойти конь Е7 и затем конь Ф5 с перевесом. Но черные могут защититься от угрозы этой вилки, несмотря на то, что они пока без фигуры, но любая защита этой вилки, король Ф8 или, как было сыграно в партии, король Х7, приводит к ситуации, где белый ферзь под боем, а если он отойдет, то черные играют конь Д3, атакуют на С1, затем они съедят на С1 и еще под боем окажется и белый конь на Д5. Вот такая вот печальная для претендента партия. Второе поражение подряд на тайбрейке, счет стал 2-0 в пользу чемпиона, и он выиграл и третью партию, следующую партию этого тайбрейка и вновь защитил свое звание. Вот такой вот небольшой экскурс по матчам на первенство мира Магнуса Карлсона. Мы, конечно, на канале Чес Кумру поздравляем чемпиона мира с днем рождения и с нетерпением ждем четвертой партии матча 2021, где позади первые три партии, счет равный полтора-полтора. Интрига нарастает с каждым днем, с каждой партией. Мы очень болеем за Яна Непомнящего, но, тем не менее, желаем всего самого доброго, здоровья, новых творческих достижений чемпиону мира. С днем рождения, Магнус!